Всем здорова, с вами Руслан. На разделочном столе у меня сегодня телефон от компании Samsung, модель А750. Вот в таком печальном состоянии и со слезами владельца, который узнал стоимость ремонта. Ну что, погнали! Естественно, для ремонта были куплены запчасти. Была куплена задняя крышка. Кстати, крышка не оригинал, хоть и написано ARIG, это у нас, значит, хорошая копия. Не оригинал. Хозяин пожелал оригинальный дисплейный модуль. Так он выглядит в заводской коробке и в анти-сатанинском пакете. Также для комплекта будет меняться аккумуляторная батарея. Встанет защитное стекло и бонусом пойдет чехольчик. Для вас ссылочки оставлю в описании на все запчасти. Также оставлю ссылки на дисплеи качества TN, TFT. И OLED. Там разница в ценах такая приличная. Кто не хочет переплачивать за оригинал, пожалуйста, прошу. Есть варианты. Есть OLED, который подешевле встает как оригинал. Есть TFT, которая совсем не оригинал. Давайте подогреем телефон на сепараторе, потому что сохранять тут, честно говоря, уже нечего. Или давайте просто зальем это все дело из-за пропилового спирта и посмотрим на реакцию. Если все пойдет хорошо, а нет, подогревать в любом случае придется, потому что снимать аккумулятор попросили сохранить старый аккумулятор в целом виде. Так что придется подогревать. Но, тем не менее, крышку снимем так. Крышку сохранять старую нам не нужно. Да, и сохранять уже боль особо нечего. Единственное, что очень сильно разбито. Аккуратно пытаемся и ничего там не повредить. Возможно, там какие-то шлейфа, но это не точно. Разбираю первый раз. Нет, давайте нагревать. Не разбирается он со спиртом. Подогреваем заднюю крышку на сепараторе до 70 градусов. Так, телефон подогрелся. Давайте попробуем еще разок. В том же месте подсунем кусочек лезвия. И отклеим все-таки заднюю крышку. Да, пошла она довольно легко. Там у нас имеется шлейф межплатный. И шлейф дисплея. Шлейф дисплея нам особо не нужен, но вот межплатный шлейф хотелось бы не порвать. Поэтому далеко карточку не ссуем. И особо сильное разбитие такое, конечно, снимать тяжело. Вот там вот, что происходит под стеклом. Стекло подклеено еще и по центру. Давайте аккуратно срежем. Карточка не идет, потому что здесь у нас кусочек стекла. И телефон довольно быстро остывает, потому что довольно объемный аппарат. Антенн NXE у нас здесь нету на крышке. Их порвать мы не боимся. И есть задняя крышка у нас слезла. Наклейку с ММ я отсюда сниму. Наклею ее куда-нибудь вот сюда на динамик. Эта часть 100% меняться не будет. И нам отсюда еще нужны глазки камер. Потому что в новой крышке они не идут. Все, крышка идет в утиль. Выкрутили все ренты. Видимые и невидимые. Все они одинаковые. Все одинаково магнитные. Извлекаем сим-лоток. Здесь ничего нету, слава богу. Больше сим-лотков здесь я не вижу. Один сим-лоток. И аккуратно снимаем среднюю часть корпуса. Ну, как-то вот так. Здесь у нас кнопка блокировки со скандером от пятка пальца. Вот так у нее выглядит шлейф. То есть поджимается только болтами. И антенны. Больше ничего интересного на этой крышке нету. Динамик у нас остался здесь. Крышка динамика у нас решила сама выйти. Очень хорошо. Не может не радовать. Отключаем питание. И отключаем шлейф дисплейного модуля. Далее тестируем новый дисплейный модуль на нашей системной плате. Для этого аккуратно его достаем. Отгибаем шлейф. И подключаем его. Системной плате. Подключаем аккумулятор. И включаем телефон. Итак, телефон запустился. Тач я проверил. Все отзывается корректно. Для запуска обслуживания накинуть заднюю крышку. И поджать ее, чтобы замкнуть контакты включения. После всех проверок откручиваем болт, который фиксирует системную плату. Он по традиции Samsung у нас один. Снимаем шлейф от субплаты. Чтобы он нам не мешался в сторонку. Снимаем системную плату. Стараемся не лапать камеры. Коаксиальные шлейфа отключаем. Подключаем. Я думаю, можно их отсюда не снимать. Рамка у нас останется старая. Так как на этой модели рамка на заводском дисплее не предусмотрена. Так, ну субплата нам в принципе тоже не мешается. Мы ее ставим на месте. Динамик также пускай стоит. Нам требуется снять аккумулятор и дисплейный модуль. Который у нас вот в таком состоянии. Для этого еще раз подогреваем на сепараторе до 70 градусов. Но уже вот этой стороной. После того, как все хорошо разогрелось. Обязательно подливаем изопропиловый спирт под аккумулятор. Чтобы еще больше размягчить клеющую основу. Так как аккумулятор попросили сохранить. И легкими покачивающимися движениями пытаемся приподнять аккумулятор. Вот так это выглядит. Аккумулятор демонтирован и не поврежден. Слегка тут замятие. Но на работу влиять не будет. Теперь не теряя время. По-быстрому отклеиваем дисплейный модуль отсюда. Пока все это дело теплое. Теперь по-быстрому снимаем дисплейный модуль. Пока рамка у нас не до конца остыла. Поддеваем куда-нибудь лезвие. И подсовываем туда карточку. Все. И срезаем дисплейный модуль. Дисплейный модуль приклеен здесь по всему периметру. Не только по кругу, но и снизу. Подложка тоже приклеена. Поэтому связаем его со всех сторон. Очень хорошо очищаем рамку. Слава богу, рамка у нас не пострадала. Не дай бог попадутся какие-нибудь стеклышки остатки. Или остатки клея. Прям вычищаем все до блеска. Тряпочкой замываем. И только после этого наносим клей. Клей наносим по всему периметру. Чтобы не дай бог ничего не отклеилось у нас. Вот таким образом. Не забываем закрывать клей. И начнем потом засохнуть. И только после этого снимаем вот эти вот пломбочки. И защитный слой с нашего нового дисплейного модуля. Также не забываем, что у нас здесь все заклеено. В нижней части у нас ничего нет. Теперь можем устанавливать новый дисплей на место. Продеваем шлейф. И Свинтруем по рамке. Все должно стать идеально. Так оно и есть. Коврик тоже надо поднести. Укладываем. И теперь можем потихоньку собирать телефон обратно. Для начала на тот же самый клей я приклею сюда аккумулятор. После того аккумулятор вклеили. Все зафиксировалось. Устанавливаем системную плат на место. Не забываем про один. Любезно установленный болтик компании Samsung. И коаксиальные кабели. Подключили шлейф дисплея. Далее подключаем субшлейф. Суб, саб. Который идет от субплаты. То системные платы. Подключаем согласно направлению. Обязательно не перепутаем. И подключаем аккумулятор. Теперь включаем аппарат для еще одной проверки. Так, картинка появилась. Никаких пятен нету. На камеру почему-то розовым все показывает. Но по факту все показывает белым. Теперь можем начать собирать телефон. Так, это не от этого телефона. Устанавливаем заглушку нижнюю. И теперь можем поставить среднюю часть корпуса. Аккуратно. Так как клей у нас еще высох не до конца. Закрутили все винты на место. Теперь я всегда делаю так. Хоть на новой крышке у нас имеется клеющая основа. Но немножко клея все равно я добавляю. Для более лучшей фиксации. Потому что так на заводе приклеить у нас не получится. Да и крышка у нас, напоминаю, не оригинальная. Следовательно и клеющая основа на ней также не оригинальная. Вот так она выглядит. По краю наклеенная. Можно ее лицезреть. И теперь вставляем ее на место. Даже защитная пленочка у нас наклеена. Почему-то наоборот. Не знаю почему. Все на резинке и сушка. Вот так выглядит телефон на резинках. Все стянуто. Все у нас отцентровано. Никаких щелей, зазоров нет. Дисплей лежит у нас идеально. Тач отзывается корректно. После сушки будет удаление остатков клея. И осчастливление еще одного клиента. Надеюсь больше он его не разобьет. Слово говоря, стоимость ремонта данного аппарата составила 7500 рублей. Это с условием скидки на то, что постоянные клиенты. Так бы было намного дороже. Пишите свое мнение в комментарии по поводу стоимости ремонта. Сколько бы вы взяли за ремонт. И сколько у вас в городе берут за данный ремонт. Будет очень интересно почитать. Ну а с вами был Руслан. А 750 отремонтирован. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok